Всем привет! Алексей Халецкий на проводе. Не знаю, на каком канале я буду выкладывать это видео. У нас тут, у меня, в Дискорде, срачи, все происходит по поводу Беларуси. И так как мне всегда в лом писать, честно говоря, печатать, то я вот решил в ответ такое видео написать. И тут у нас в основном Девинорум выступает как антагонист, а в ответ ему беларусы пихают свою инфу. Вадим Бан отличается. Кто тут еще? Я пропустил. Найт Владос. Ну, короче, неважно. Я думаю, что это будет интересно и россиянам, потому что я уверен, Девинорум транслирует мнение очень многих из вас тоже. То есть, вот, например, ну, мы тут опять обсуждали опрос, потому что, скорее, Лукашенко где-то в районе 11% поддерживает, хотя, по мнению Девинорумы, это в районе 60%, например. Давайте вот сегодняшнее обсуждение были. Вот Девинорум пишет. Центральная сила, координирующая митинг из Польши, это канал Некста Лайф. Или Нехта у нас его на самом деле зовут, Нехта Лайф. Вот график количества просмотров. Я думаю, он процентов на 80 коррелирует с объемом протестных акций. Все все поняли. Вот это график просмотров самого канала в Телеграме. Значит, смотрите. К каналу Нехта в самой Беларуси относятся негативно. Лично я отношусь негативно. Тут Девиноруму, собственно, ответили. Не вижу, где тут. Что он всякие непроверенные данные пихал. Почему-то этот канал в основном раскручен в России. В большинстве своем. То есть там какие-то о нем сделали интервью и еще прочие люди. Не знаю зачем. И вот эта посещаемость, я уверен, большей частью не из Беларуси. То есть это люди из других стран, которые по Телеграм-каналу Нехта смотрят, что происходит в Беларуси. Я, например, вообще этот канал не читаю где-то дня через три после начала протестов. Потому что это, по моему мнению, не журналистика. Это какое-то нагнетание истерии. И не информация. Это вообще какой-то бред. Я читаю Тутбай, Онлайнер, это давно известные белорусские средства массовой информации. Новины Бай, Ситидок, ну это такой хипстерский канал на самом деле, такое. Спутник Беларусь. А, Ситидок.бай, да. Весну еще читаю, но там, правда, не совсем информация. Там по задержанным больше. И Нехта вообще не показатель того, что происходит в Беларуси. И его посещаемость, я еще раз повторю, я процентов на 90 уверен, что это люди не из Беларуси. Потому что белорусы где-то дня через три после начала протестов начали от этой фигни отписываться. И это не читать. Дальше Дивенорум приводит график стоимость белорусских облигаций за время протестов. И потом сравнивает этот график. Ну вот стоимость 100%, потом стоимость облигаций снизилась. И сейчас практически уже вернулась к стоимости до протестов. И он накладывает стоимость облигаций на посещаемость Нехты. Значит, во-первых, мы сейчас выяснили, какой вывод он из этого делает. Сейчас. Падение облигаций связано с протестами и нестабильностью. По-моему, это очевидно. То есть отражает силу и угрозу протестов. Ну а он, в свою очередь, хорошо коррелирует с количеством просмотров Нехта. Значит, по количеству просмотров Нехта можно оценивать и силу протеста. Значит, по количеству просмотров Нехта точно нельзя силу протестов оценить, потому что это не белорусы. Это скорее можно оценивать, что соседям белорусов надоело смотреть за белорусскими протестами, что вполне очевидно. Хочется уже там Навального траванули, например. Тоже интересно поразвлекаться. А стоимость акций, это означает только то, это не силу протестов и не слабость или силу белорусской экономики показывает. Это показывает только то, что инвесторы в белорусские облигации уверены, что по ним будут выплаты. А почему они уверены, первое, что Россия Беларусь не оставит, вот там полтора миллиарда баксов, наверное, уже выделили. То есть это скорее уверенность в том, что Россия за белорусские облигации выплатит деньги. И это, кстати, может быть еще одним из методов отмывания денег для российской элиты, назовем так, как этих олигархов. То есть просто типа вкладываемся в белорусские облигации, а российские налогоплательщики по ним заплатят. Я не думаю, что это должно вас как-то сильно радовать. Ну и второй вариант, что инвесторы просто понимают, что от смены руководства в Беларуси экономика никак не пострадает. Потому что это не будет закрытие торговли с Россией и падение какой-то экономической деятельности. Хотя мне кажется, больше подходит первый вариант, что за белорусские облигации заплатит Россия, а точнее российские налогоплательщики. Как бы развлекайтесь, получайте наслаждение от того, что вы тратите деньги на нас. Ну не на меня, конечно, на Беларусь. Теперь по поводу уменьшения протестов. В Беларуси у меня по ощущениям, честно говоря, наоборот, с каждым днем все больше и больше всякого происходит. Потому что каждый день кто-то выходит, каждый день кого-то задерживают, каждый день какие-то события. Сейчас я вам показываю, да, почему-то только это не показывается, нифига, какая толпа была в воскресенье на митингах. Не знаю, почему она не хочет, странные какие-то... Сейчас, во. Какая толпа шла... Ну это проспект Машерово, кстати. Ну новый проспект Машерово, мне не нравится, что переименовали на Кальварийскую выходящие народ. Каждый день задерживают там по 100, по 200 человек, по 400 какие-то, приезжают во дворы, какие-то снимают флаги, снимают ленточки, закрашивают какие-то граффити. И постоянно что-то происходит. Дело на самом деле... На самом деле даже люди могут и не выходить особо на улицу. Они выходят, потому что у них такое есть порыв такой, да, желание. Но очевидно, что сейчас, если Лукашенко останется у власти, то народ просто не хочет работать. То есть он не хочет ничего делать, когда этот урод до сих пор находится у власти. Тут не дело... Понимаете, это не какая-то там оппозиция, типа, знаете, там какие-то 30-40%. Просто вся страна не хочет работать, когда у тебя такой руководитель. Вот и все. Вот мы не хотим. Ставьте кого угодно, кроме него. Он мудил. Ну и, естественно, еще и убрать всех, кто приказы о таких карательных действиях выдвигал. И в Беларуси, то есть реальный фашизм, это просто даже идеальная иллюстрация фашизма того, что происходит в Беларуси. Когда тебя просто затыкают глотку силой. Это типичный фашизм. Просто архетипичный. И поддерживать такие методы, это просто удивительно. Когда говорят хоть... А кто кроме Лукашенко? Да сейчас уже кто угодно. Это раньше, знаете, там можно было спорить. Человек полностью дискредитировал себя теми методами, которые он применил к собственному же народу. А это подавляющее количество беларусов. Просто подавляющее. Это, опять же, повторю, не какое-то там маргинальное количество несогласных немножко. Просто многие продолжают ходить на работу, еще какие-то деньги, но это больше на итальянскую забастовку похоже. Сейчас вот выходят данные, например, за август по работе. Там очевидно, что и БелАЗ, грубо говоря, бастует и по-итальянски. Там существенное снижение и Беларусь-Калий, и кто там еще, я не помню. Просто когда вы этого не видите, вы не знаете, что смотреть к Девинорому, да? И сравниваешь графики посещаемости телеграм-канала НЕХТА и стоимости беларусских облигаций. У тебя немножко неправильное представление о том, что в стране творится. А уж тем более, если ты не общаешься с беларусами тесно, знаешь, там даже не с интеллигенцией, например, как я, со всеми слоями населения и не видя, как и что происходит. Вот куда ушел протест на самом деле из... Как вы, с улиц, где вот собираются самые отъявленные оппозиционеры, грубо говоря. Это в телеграм-каналах каждого района. Вот даже создали специальный сайт de.chat. Каждый из вас может зайти и посмотреть. И здесь, со всей Беларуси, народ стал в каждом дворе создавать свой телеграм-канал. Вот давайте Минск, там зайдем, давайте, не знаю, какую-нибудь каменную горку давайте посмотрим. Как минимум пять каналов, да. Давайте Шабаны. Это у нас Шабаны в Беларуси. Это как Троевщина, в Киеве, не по-моему, какая-то Троесчизна, как называется. Ну, самый гопницкий район, знаете, такое. Так, где Шабаны, вот. Шабаны. Кстати, в Шабанах Wargaming находится. Вот здесь они сидят где-то. Пять каналов Шабанов. В каждом там сидят вот жители этого района. Они договариваются. Они каждый день в своих районах выходят. Делают флаги. Встречаются с РУВДшниками. Там им кричат гоньба. А есть более известные, там, типа, Народного двора на Червяково, по-моему. Или в Новой Боровой еще есть. Есть менее известные. Но в каждом, в каждом районе. Это не только Минск. Давайте, не знаю, глянем какой-нибудь Заславль, блин. В Заславле, вон, пять. Пять. То есть, вы можете зайти на этот чат, вот конкретно Девинорум. Ты можешь присоединиться к каждому из этого чата и посмотреть настроение народа. И можешь еще ради статистики посчитать у дельников. У дельники это участники этого чата. Посмотреть настроение. Понимаешь? Ты можешь сколько угодно рассказывать о снижении протеста. То, что, типа, меньше на улице выходят. Это не значит, чтобы протест снизился. Ты просто даже как-то не понимаешь, извини за пафос, суть белоруса, что ли. Это люди на болоте, которые, коли что стараются, они берут свои манатки и идуть на болото. Перождать все это лихо. Так и здесь. Ну, а зачем, в моем даже представлении, зачем выходить на протест, где тебя дубинками фигачат? Ну, серьезно. Но это не отменяет самого протеста. Ты можешь не работать, ничего не делать. Понимаешь? Начать не покупать товары некоторые. Вот это вполне в духе белорусов. Поэтому, ну и тем более они все равно продолжают на протест выходить. Я считаю плохо, что они дают себя арестовывать. Лучше там уж разбегаться. Но есть методы. Короче, кто я такой, короче, чтобы давать советы, сидя неизвестно где, правильно? Следующий тезис Дивенорума, что, мол, Лукашенко это Янукович, у которого получилось. Ну, сейчас немножко припухли украинцы, конечно, это увидев и прочитав. А во-вторых, ситуации-то разные. Против Януковича выступили, когда он разгонял Майдан, то есть против применения силы. А против Лукашенко, когда он проиграл выборы. Еще раз, если... Я не знаю, я это повторяю, правильно? Такое ощущение, что россияне не хотят этого... Такое ощущение, чтобы понимать. Поддержка Лукашенко в Беларуси даже перед выборами, судя по всему, в районе 15-10%. И он проиграл выборы в первом туре Тихановской. Мы можем еще обсуждать, насколько хороший президент будет Тихановской, это другой вопрос. Но это не значит, что человек может сказать, нет, я не хочу уходить, я считаю, что... А он так прямым текстом и говорит. Я считаю, что я лучший руководитель Беларуси эва, и без меня все будет жопа. То есть он решает за 9,5 миллионов человек. Он один. Если будет в Беларуси жопа, когда он уйдет, то это проблемы самих беларусов. Они хотят жопы, например. Какого хрена? Я хочу жопы, блин, дайте мне жопу. Понимаете? Человек проиграл выборы. Он нелегитимен. Он не имеет права быть у власти. И Лукашенко, Янукович, у которого получилось, это узурпация власти. Это просто конкретно фашизм. Еще раз повторю. Против которого вы так 9 мая постоянно выступаете. Мы победили фажим. Вот вы ни хера не победили. Вы полтора миллиарда долларов ему дали только что. Как у вас ощущения? Полтора миллиарда долларов вы дали фашисту. Как ощущения? У вас идет, шутка это, ощущения не те. Вот как у вас ощущения от того, что вы поддерживаете фашизм? Вот это реальный фашизм. Как он есть в чистом виде. Наслаждайтесь. Янукович, у которого получилось. Дальше Дивенорум пишет. На самом деле, лично мне вообще не нравится, когда Белоруссия хочет сидеть на двух стульях. Я как россияне считаю, что нужно определиться. Либо интегрируемся и тогда низкие цены будем. Либо живем просто как соседи. И пусть Белоруссия идет по пути Украины, раз он так нравится Белоруссия. Да. Ты знаешь, мне тоже не нравится, как Белоруссия хочет сидеть на двух стульях. Но дело в том, что это не решение Белоруссии. Это решение, еще раз повторю, одного человека. И он с вами договаривался. Вы вообще не в курсе, чего хотят белорусы. Вы вообще этого не знаете. Понимаешь? Если вы думаете, что простые белорусы облагодетельствованы низкими ценами на нефть, которые предоставляет Россия, то вы тоже глубоко заблуждаетесь. В Белоруссии цена на бензин намного выше, чем в той же России, например, со всеми скидками и прочим. Понимаете? И это по многим параметрам. Я не говорю там про импорт-экспорт. Вы вообще ни хер... То есть, Девинорм, ты просто... Ты просто вот, знаешь, как вот... У тебя есть цифры, ты их можешь сложить, но ты даже не представляешь, к чему они относятся. Ты вообще просто вот... Вообще у тебя все мимо. В этом плане. Может быть... Может быть, белорусы и хотят интегрировать. Может быть, хотели, наверное, вот до всего этого. Но твое мнение, что сейчас будет, например, уберут Лукашенко и нормально интегрируются в Россию, я дико сомневаюсь. Это, по-моему, единственная страна из соседей... Да, просто единственная страна в мире, которая положительно к России относилась. Вообще из всех. Не знаю, может, там какие-нибудь непризнанные, типа, Приднестровья, еще кого-то. И своими действиями Владимир Владимирович все делает, чтобы у белорусов появилось стойкое отвращение к России. Потому что, ну, блин, ну как... Ну, ты вот представь просто, к тебе твою, например, жену дубинкой избивают, а твой друг дает в долг тому чуваку, который дубинкой избивал твою жену. Как ты к нему будешь относиться? Он говорит, слушай, ну, он же сейчас мою жену избил вообще дубинкой. Он говорит, ну... Ну, ничего, зато мы в одной квартире скоро будем вместе жить. М? Как ощущение? Как я вообще... Я вообще не понимаю, как... Как вы... Вот как вы просто как люди между друг другом общаетесь? Вот как вы себе это представляете? Все эти... Геополитические штуки. Следующее. А вы действительно хотите так же, как и Украина, с их зарплатами, кредитами и иностранцами в правительстве? Просто интересно. Я хочу за себя решать. Ну, я, собственно, за себя и решил. Я думаю, что белорусы тоже хотят решать за себя. И потом, если они сделают ошибку... Хотя я... Вот, я не знаю, ну... Я уверен, что белорусы это не украинцы. Ну, я, блин, везде бывал. Украинцы и белорусы больше, скорее, на литовцев похожи, понимаете? По своему темпераменту, по своим возорам. Ну, предположим. Предположим, будет как в Украине. Жопа там, прочее. Это ошибка белорусов. Почему какой-то один усатый плешивец должен решать за всех? Какого хрена, блин, вообще? И вот тут еще с их зарплатами, кредитами и иностранцами в правительстве. Я был бы очень не против, если Максим Кац, например, занял какую-то должность в правительстве в Беларуси, предположим. То же самое касается многих других россиян. Я вообще не против, чтобы россияне занимали должности в правительстве Беларуси. Почему нет? Или ты про иностранцев с другой стороны? Я не против, чтобы поляки занимали должности и литовцы. Более того, у нас какой-то даже литовец есть в правительстве. Ну, с литовской фамилией, естественно, гражданин Беларуси. Боже, ну, такое прям ужас, ужас. Вы что, хотите, чтобы как на Украине было? Нет, я, блин, хочу, чтобы было как в Татарстане, когда на бутылку садят. Или я хочу, чтобы в Хабаровске как было, когда губернатора посадили хрен знает за что до сих пор. Потом, конечно, до негров дошли. А я думал, почему Беларуси протесты в США не могут просто подавить? Оказывается, это все непросто. Да, прикинь, это непросто. Не просто подавить протесты, когда любой житель страны может иметь огнестрельное оружие. Более того, не одно даже по статистике. А вот в Беларуси только милиция может иметь огнестрельное оружие. И оказывается, тогда человека могут хватать на улице люди у себя дома, у себя дома люди без опознавательных знаков в Балаклаве, тащить в тюрьму, там его избивать, палками насиловать, все что угодно можно делать, прикинь. А вот здесь приходится решать проблему, представляешь? Нельзя разогнать митинги просто так. Охренеть. Вот, вот незадача. Потому что тебе, блин, в башку прилетит, если ты будешь так делать. А здесь спокойно, как этот летает с вертолетом, и как крысы разбежались, тварь ты такая, с автоматом в руках. То есть у людей вообще ничего нету, и им закон запрещает вообще хоть как-то себя защищать. А у этих есть и оружие, и дубинки, и анонимность, все есть. И они могут безнаказанно применять насилие на ровном месте. Оказывается, вот не так просто разогнать тогда людей, прикинь. Они хотят за себя решать, как им жить, представляешь? Не нравится, когда дубинку используют всячески. Вот незадача. Как же так произошло? Я просто поражаюсь, Девинор, вот серьезно. Ты просто, знаешь, ты мне... Вот я могу тебе такой пример привести. Представь, ты пришел на похороны чувака, который погиб в ДТП. И там выступают его родственники, рассказывают, какой он хороший. И ты такой, слушайте, ребята, так он же не пристегнут был. Он правильно погиб, он не пристегнут был. Тебе говорят, ш-ш-ш, тихо. Ты на похоронах вообще-то, ты давай как-то себя нормально будешь вести. Не, слушайте, но он же не пристегнутый. Он же не пристегнутый, он правильно погиб. Все норм. Что вы тут рассказываете? Все, собираемся, уходим, да? Вот тебе вот такой пример. Приблизительно. Да, он не пристегнутый был. Да, он был неправ. И тут в Беларуси хрен знает, что будет. Может, и к худшему все будет. Точнее, точно будет к худшему? Другой вопрос, как из этого выйдут. Но из Лукашенко точно ничего хорошего не будет. Вообще просто без вариантов. И твоя такая уверенность, что Беларусь интегрирует в Россию? Вот это так России надо офигительно. Просто вот еще одно ермо себе на шею вместе с Крымом. Класс. И это вообще вот вам, россияне, это надо? Вы хотите? Я не против, чтобы вы оплачивали жизнь беларусов. Я вообще только за. А вам это надо? Я просто, ну... Вы еще вот эти облигации беларусские оплатите. Вот Вадим Бан еще Девиноруму отвечает. Но это опять довольно мягко. Вот смотрите, он пишет. Когда менты вместо того, чтобы защищать, устроили невероятных масштабов геноцид, фашисты также вели себя в последний раз только на войне, а не в мирное время. Для нашей страны это колоссальные цифры. За дело всех. Нету никого, кто бы остался в стороне. Если бы ты вышел вечерком в бар в центр с друзьями, не на протест, а с девочками погулять, ворвались бы в это место милиция, накатали бы левую головку и в тюрьму в тот же вечер. Вот мягко говорю, потому что Вадим, типа, пишет, вышел бы вечерком в бар вместо протестов. До какого хрена? Все имеют право выйти на протест. Почему в бар вышел, тебя задержали? Это такое тоже в Беларуси есть. Но я хочу выходить. Блин, чувак проиграл выборы. Он проиграл. Он просто даже не рядышком, а он конкретно просто с разгромным счетом проиграл выборы. То есть, страна не хочет его больше видеть. И люди протестуют, что у них просто, им сказали, вы ничто, ваше мнение ничто, идите в жопу. Народ против этого протестует. И их еще за это задерживают. То есть, это нормально, да? А потом в тюрьме их избивают до потери сознания. А великий кормчик говорит ему, что нам, что фотошопом нарисовали синяки. Понимаешь? Это задел... То есть, это вы просто не понимаете. Это я не рассказываю. То есть, у всех есть не просто знакомые, а родственники, которые уже там побывали. Уже в Беларуси, если ты не посидел в тюрьме, ты, видимо, неприличный человек. Это очень нехорошо для общества. Когда общество считает, что ты приличный, потому что ты посидел в тюрьме. В эти времена. Вы понимаете, насколько это травмирующий опыт для тех людей, которые... Я как бы постоянно в таком мандраже нахожусь за несколько тысяч километров оттуда. Я не представляю, как там люди сейчас вообще живут. Но я думаю, что уже страха никакого нет. Это просто, знаете, такое целенаправленное желание, чтобы этого урода не было. Просто. И тех, кто участвует во всем этом. Еще раз. Изучите происходящее в Беларуси. Это типичный современный фашизм. Посмотрите, как это происходит. Вообще. Это не какое-то выступление против лидера, который не нравится. Знаете, там, мне не нравится Путин, уходи. Это против преступника. Это преступная власть. Такое... Я себе не представлял такое в 21 веке. Этого нигде вообще не было такого. И сравнение с Мадуро тоже не проходит. Потому что... Есть слои, которые его поддерживают в Венесуэле. Это в первом деле... В первую очередь бедные. Потому что это социальная политика Чавеса. Последователь, которого является Мадуро, им во многом нравится. В Беларуси нету вообще никаких слоев населения, которые поддерживали бы Лукашенко. Вот. И дальше Девенором пишет. Ну, вы играете в свою игру. Мы в свою. Это имеется в виду Россия в свою. ЕС в свою. А США в свою. Посмотрим, чем закончится. Ну, это опять же... Руководство протестами из Польши и США. Это из космоса Лукашенко сказали. К большому сожалению, что ЕС, что США на Беларусь насрать. У меня тоже есть претензии к этим светочам демократии, которые изображают из себя. Мы тут за свободу слова, права человека и прочее. А когда в Беларуси вот такое происходит, они свой язык в жопу засунули. И молчат, и ждут, когда что-то произойдет. Вот сегодня, там, вчера какие-то заявления происходят. Так это уже месяц прошел. Там через 10 дней какая-то реакция была на те события, которые вначале были. Так что никто никакую игру в Беларуси не ведет, если мы говорим про ЕС и США. И Россия, на самом деле, как я считаю, Путину просто не нравится смена власти вот таким образом, через митинги и протесты. Но я уверен, что он очевидно понимает, что у Лукашенко нету поддержки в Беларуси. Поэтому он так, в некотором смысле, нехотя вообще какую-то ему помощь оказывает. Но он просто не хочет вот этого прецедента смены власти вот таким образом. Вот и все. Это никак не похоже ни на то, что в Украине происходит. Никак не связано с тем, что Польша, Чехия, ЕС или США спонсируют эти митинги. Я могу предположить, что они спонсируют нехто, например, этот канал. Но я еще раз повторю, в Беларуси нехто считается говном. Вот и все. Не стоит на него вообще апеллировать и его приводить в пример какой-то. И большинство там явно не белорусы читают эту посещаемость. И как надоело соседям белорусов следить за тем, что в Беларуси происходит, так посещаемость там и упала. И во всем остальном, по-моему, я тоже довольно доходчиво ответил на происходящее. Все, надеюсь на понимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо!